В эти дни продолжается процедура банкротства УЖК Новоуральское. В соответствии с правилами назначен арбитражный управляющий. Накануне Лариса Касьянова посетила Новоуральск. Основные вопросы диалога с арбитражным управляющим коснулись домов, которые по-прежнему остаются в управлении УЖК Новоуральское, существующих активов и дальнейшего хода процедуры банкротства. Согласно данным, 307 многоквартирных домов числились в УЖК Новоуральское на момент введения арбитражного управления. За последнюю неделю с государственной жилищной инспекции пришла информация о переводе 24 домов. По информации арбитражного управляющего, сегодня на остатке УЖК Новоуральска остаются 283 дома. Отметим, что от управляющей компании и рабочей группе данные о переводе так и не поступают. Какова дальнейшая судьба этих многоквартирных домов? При последующем выходе на конкурсное производство ожидается распределение этих домов другие обслуживающие организации на конкурсной основе в соответствии с законодательством, так как производство подразумевает прекращение ведения деятельности. Следующий вопрос коснулся активов организации. По словам Ларисы Касьяновой, в основном на балансе дебюторская задолженность, которая в большей части не ликвидна. Работа по взысканию из населения ведется, но пока преобладает все же неплатежеспособность жителей. Общая задолженность превысила сумму в 500 миллионов рублей. Судебные приказы получены практически на всю сумму. Для большей точности необходим анализ лицевых счетов более чем 5000 абонентов. Мы сейчас направили все запросы приставам, чтобы нам дали сводку, насколько они смогут оперативно по всем лицам, по судебным приказам точнее выявить. Оконченные по 46-й, если есть невозможности, но это все проанализируется и представится чуть позже. Стараемся вывести некий процент ликвидности в этой денежной сумме. Ну а в дальнейшем уже в любом случае порядок взыскания только покажет, на какой актив мы сможем в итоге выйти. На предварительные итоги у меня есть баланс за 9 месяцев. И опять же таки здесь убыточная деятельность в любом случае, то есть виден убыток. В ресурсоснабжающих организациях на сегодняшний день отмечены задолженности от Ужиканово-Уральское. Просроченная перед МУП водогрейная котельная превышает 578 миллионов. Текущей задолженности удалось избежать благодаря прямым договорам. МУП «Водоканал» – более 179 миллионов. По этой задолженности получены исполнительные листы, а текущая задолженность – более 4 миллионов. Реестровая задолженность перед АО «Рир» достигла 71 миллиона, 62 миллиона – пение, 3 миллиона – госпошлина. Есть задолженность и по общедомовым нуждам. А по текущей задолженности есть небольшая динамика погашения. Последние платежи ресурсоснабжающие организации отмечают в летний период – до начала процедуры банкротства. Естественно, сейчас их интересует вопрос – есть ли перспектива оплаты долгов. Ну, учитывая активы, что есть на балансе, то есть возможность погашения есть. Но процент погашения сейчас предварительно я, конечно, не спрогнозирую, и поэтому сложно сказать, насколько кредиторы будут удовлетворены тем или иными денежными средствами. Тут не нужно забывать, что депутатская задолженность – это такой актив, который подлежит засканию не всеми лицами, да, не всем это возможно. Как отмечает конкурсный управляющий Лариса Касьянова, генеральный директор УЖК Новуральской Ирэна Ислентева может быть привлечена к субсидиарной ответственности за несвоевременное уведомление о признаках банкротства. Предварительные итоги наблюдения таковы. Отмечено введение убыточной деятельности ООО УЖК Новуральская. Причиной послужил низкий сбор с населением. Вернемся к цифрам. Депиторская задолженность составляет 580 миллионов, 930 миллионов – реестровая задолженность, что наталкивает к предварительному выводу о дальнейшем ходе процедуры банкротства. Учитывая показатели бухгалтерского баланса, на первый взгляд здесь не видно процедуры внешнего управления либо оздоровления финансового. Но я понимаю, что были до этого графики, насколько я знаю, погашения, и организация не справилась. Аккредиторы, собственно говоря, решили, что предприятие все-таки банкрот, и в процедуре им легче и правильнее защитить свои права. Поэтому сложилась такая вот ситуация. Никакого оздоровления из этих финансовых средств не просчитывается. Однозначно будет введена процедура следующая. Даже если мы соберем 100% ликвидной депиторской задолженности, компания выйдет на прибыльный уровень, рассчитаться за два года, я думаю, что невозможно. К следующему заседанию рабочей группы будет сформирован дополненный список вопросов, ответы на которые ожидаются от арбитражного управляющего. Уже после завершения анализа можно будет узнать, есть ли признаки преднамеренного банкротства. Готовность анализа финансовой состоятельности ожидается к 1 апреля.